Два тренировочных дня и в бой. Хоккейный клуб «Родина» готовится к чемпионату страны по хоккею с мячом. Какие изменения произошли в составе команды и какое настроение у хоккеистов перед началом нового сезона со спортсменами, пообщалась сегодня Анна Стефаненкова. Атака и командный дух. Несмотря на то, что это еще тренировка, а не игра, выкладываться нужно по полной, отмечает Дмитрий Грейшин, новый игрок команды «Родина». Воспитанник Иркутского хоккейного клуба в прошлом сезоне играл за московскую команду «Динамо». В этом за Кировскую и настроен решительно. В каждом матче надо настраиваться, в каждом матче. Потому что мы выходим здесь, играем для болельщиков, тем более мы начало чемпионата дома. И не важно какой соперник, надо выполнять тренерские установки, показывать свою достойную игру и не смотреть на соперника. «Силен или слаб, постоянно надо идти вперед, побеждать только с такими мыслями, с таким настроем». Такой боевой настрой, как у Дмитрия, у всех новичков, а их команде четверо. Высокую готовность к сезону подтверждает и Антон Рычагов, бывший игрок Нижегородского старта. «Мы обманемся, готовимся к сезону. Силы есть, будем биться со всеми соперниками, несмотря ни на что». Биться придётся уже через два дня. Причём первым соперником Родины станет Хабаровский СКА «Нефтянник», который на днях стал обладателем Кубка страны. «Соперник, экзаменатор более чем серьёзный. Опять же, выявит все наши недостатки. Может быть, это и неплохо, когда с первого матча у нас такой серьёзнейший соперник. И для того, чтобы нам расти, разбираться, это огромнейшее подспорье». Тренер отмечает, сильный соперник настроят на весь сезон. А сейчас перед игроками стоит основная задача – держать оборону. «В первую очередь, нам надо разобраться с обороной, то есть именно против этой команды наладить игру в обороне. Во второй степени уже, наверное, в атаке. Но в хоккей с мячом отсиживаться в обороне нельзя. Это может быть в футболе где-то в хоккей, шайбой, можно отыграть весь матч в обороне. Но в хоккей с мячом это сделать невозможно. Обязательно налаживать и контр-игру в этом матче». Поддержать «Родину» на стартовой игре сезона болельщики смогут уже 2 ноября в 18.30 на стадионе «Родина». Анна Стефаненкова, Илья Акатьев, Бюро новостей «Давича». Насколько легко или, наоборот, непросто было готовиться к сезону, сегодня нам расскажет директор попечительского совета хоккейного клуба «Родина» Андрей Маури. Добрый вечер. Добрый вечер. Начнем с кадров. Сейчас мы услышали, что команда обзавелась новыми игроками. С чем связаны такие кадровые изменения и кто эти игроки? Во-первых, игроков вам представили, а с чем это связано. Прекрасно знаете ситуацию, которая была в команде по окончании прошлого сезона. Ряд возрастных хоккеистов и, к сожалению, ряд молодых покинули команду. Задача у нас стояла одна – сохранить команду как таковую. Она решалась всеми возможными средствами. То есть мы приглашали тех игроков, кто мог бы, что называется, отыграть на перспективу. Плюс пригласили тех опытных ребят, которые уже были в команде. Решение принимал тренерский штаб. Мы, в общем-то, слепили из того, что было по большому счету. Плюс все приезжие появились у нас по собственному желанию. Им есть что доказывать. В хоккее с мячом, считаю, ребята с амбициями могут серьезно помочь нашей команде. Учитывая финансовые трудности, чем все-таки удалось привлечь игроков в команду? В первую очередь, возможностями. Любые трудности – это возможности. То есть кто-то говорит, что все плохо и опускает руки. Вот эти ребята пришли, у них, еще раз повторюсь, есть все, что доказывать. В хоккее с мячом тот же Дима Гришин, Рычагов, Иван Бойко, Дима Евтюшин. То есть они не сказали еще своего слова последнего в хоккее с мячом. Поэтому молодые, думаю, о перспективе. Ветераны помогают родной команде не словами, а делами. Как вы оцениваете состояние игроков? Сейчас было уже две игры в Нижнем Новгороде, команда одержала победу, во втором матче проиграла. Как оценивать готовность команды? Я могу оценивать, естественно, со слов главного тренера. Наверное, он не всем доволен. Но то, что нам в этом году удалось провести сборы, чего уже давно не было. Но команда достаточно рано, по сравнению с прошлыми временами, вышла на ледовую площадку. Сумели в 20-х числах залить стадион, свой лед появился. Хотя мы планировали в начале октября, чтобы это произошло. В целом, я считаю, что позитива много. Но самая главная задача, что мы сохранили команду на сегодняшний момент. Если позволите еще раз вернуться к финансовым трудностям. Что ситуация с банкротством клуба? Какова в данный момент ситуация? Ну, банкротится то юридическое лицо, которое работало до прошлого сезона. К нынешней команде, ну, кроме, так скажем, моральных обязательств, отношения это не имеет. Естественно, мы помним, что перед рядом хоккеистов у нас осталась задолженность по заработной плате. И по возможности она будет погашаться. Но здесь надо учитывать несколько моментов. Скажем, те же Жданов и Барбаков были уволены господином Заболоцким. Задним числом, но при этом, 28 февраля, но при этом они получали и в марте, и в апреле заработную плату. Значит, уходили они по разрыву контракта. А если бы уходили по нормальному, мы бы, наверное, с клуба «Динамо Москва» смогли получить компенсацию, которая ушла бы на погашение задолженностей. Но, коль так произошло, мы тут, наверное, никого осуждать не будем. Время все расставит по своим местам. Ситуация финансовая в целом непростая. Она связана со многими параметрами. В первую очередь с тем, что, ну, по большому счету, если в лучшие наши годы команда финансировалась за счет большого желания, в том числе чиновников, помочь команде, то сегодня этого нет. К сожалению, вот сейчас только сформировалась новая городская дума. У нас был предварительно разговор с Еленой Васильевной Ковалевой. У нее есть своя позиция достаточно жесткая по команде. Но будем надеяться, что эта позиция будет меняться. А в каком плане жесткая? Ну, жесткая. Елена Васильевна говорит, что мы не будем ни при каких условиях финансировать профессиональный спорт. Но я вот как бы долго размышлял над ее словами. И поскольку в сферу моей основной жизненной деятельности входит далеко не только хоккей с мячом, а много других участков общественной работы, прикинул, например, наши театры, ТИОС, драматический театр. Театр кукол получает в среднем от 24 до 30 миллионов рублей. На их спектакли в целом, они работают круглый год. На их спектакли приходят где-то порядка 150 тысяч зрителей. Минимальная стоимость билета от 200 рублей. Это как бы самая минимальная цена. К нам на стадион, если мы проводим, скажем, сейчас чемпионат по гладкой схеме проходит, мы проводим 14 матчей. Если даже на матч придет 3-4 тысячи. То есть цифры не просто сопоставимы, они на порядок выше. При этом средняя заработная плата артистов, опять же, может быть, не совсем корректно сравнивать, но почти каждое интервью заканчивается словами, а какая у хоккеистов зарплата. Так вот, если не брать аппарат управления театров, средняя зарплата артистов в театре больше 20 тысяч. Мне неоднократно задавали вопрос, почему мы с хоккеистами заключаем контракты с августа по 1 апреля. И если вот эти цифры взять по заработной плате, она получается у значительного количества наших игроков меньше, чем у артистов театра. Но ведь хоккей с мячом – это тоже в своем роде театр. Это тоже социальный проект. Причем на хоккей ходят далеко не самые обеспеченные люди, многих олигархов, предпринимателей известных. На хоккей калачом не затянешь. Ходят простые люди, у которых достаточно средняя зарплата много, ходят пенсионеров, молодых ребят, для которых 100 рублей – далеко не маленькие деньги. Но все-таки еще несколько слов о перспективах. То есть выезжать команда будет, играть будет, но на ближайшую перспективу что можете сказать? Ну, на ближайшую перспективу хочу сказать, что надежда умирает последней. Перспективы у команды есть. Самое главное – есть заинтересованность у правительства области, иначе не было бы первого спонсорского контракта. Плюс сегодня найдена определенная схема финансирования поезда к команды и покупки билетов и проживания в гостиницах. Остается вопрос надежного закрытия заработной платы, что для хоккеистов очень важно. Над этим мы сейчас работаем. Но опять же, если у нас будут ходить болельщики, если та же городская власть повернется... Депутаты, когда избирались, многие из них говорили слова в поддержку команды. Вот посмотрим, как они сейчас на своих сессиях, чем кроме предвыборных обещаний будут помогать команде. Может, изменить свое мнение, да? Мне бы хотелось, чтобы люди реально посмотрели на то, что хоккей с мячом – это не просто национальный вид спорта. Это для Кирова социальный проект. И в таких регионах, как Нижегородская область, Ульяновская, Коми, Республика и даже Татарстан, команды во многом живут, потому что их поддерживает бюджет. К сожалению, хоккей с мячом, не являясь олимпийским видом спорта, без помощи бюджета не сможет выжить. Огромное спасибо, что пришли и ответили на вопросы. Спасибо. Спасибо.